Смотри, что купил. Вчера лазил по просторам Авито, наткнулся на объявление и купил вот такую вот коробку всяких аппаратов. Полная-полная здесь планшеты, телефоны, что-то разобранное, что-то целое. У меня здесь есть лабораторный блок питания, есть амперметр на заряднике. Сейчас посмотрим, что внутри. Проверим, может что-то включается. Погнали. Давайте начнем с того, что выпало. Первое это у нас Nokia. Вот такой слайдер. У нас отсутствует батарея. Моделька у нас здесь, где RM392 2680S. Кнопочки я там в коробочке видео. Вот эти. Вот такая Nokia. Раритет. Ну, батарейку найти нетрудно. Далее, в своей коробке Asus Zenfone C. Полностью в коробке с документами Asus Zenfone C. Там есть и батарейка, и все есть на месте. Я еще ничего не включал, не проверял. Дальше. Имеем дисплейный LG Spirit. Вот в таком виде. Новый. Слегка заляпанный, но новый. Сейчас стоит довольно дорого в магазинах. Вот такой дисплейчик тоже имеем. К сожалению, дисплей проверить не на чем. Такого телефона у меня в разборе пока нет. Honor. Honor модель у нас 5H 16 гигабайт в коробке своей. Но, к сожалению, материнской платы у нас здесь нету. Есть дисплей, также новый, еще даже не вклеенный в пленках. И аккумулятор там внутри где-то лежит. Платы нету. Вот такое чудо Motorola C113. Вся в комплекте. Но зарядника такого у меня нету. Идем дальше. Давайте коробку отставим. А вот еще выполнен с престижа. Батарейка стоит. Модель у нас вот такая. Состояние хорошее, но скорее всего битый. Там потому что присмотреться видно пятно на экране. Убираем сторону. Далее у нас планшет Huawei MediaPad T3 по-моему. А, T1 даже. Но увы дисплей битый и дисплей на него довольно дорогой. Это у нас моделька с сим-картой, насколько я понимаю. Да, это с сим-картой модель. Сейчас включим, проверим, посмотрим. Итак, следующий аппарат у нас. Вот такой китайский планшет. Грунт хер прочитаешь, короче. Но, к сожалению, тоже битый тач. Я такой планшет тач покупал на алике. Стоит рублей 200. В принципе, если включится, можно заказать тач. Это старые планшеты. Тогда были популярны еще лет 5-10 назад. На алике их продавали. Они стоили что-то около 2000. Вот такой вот планшет Huawei. Это у нас MediaPad 7. Новый тач, я вижу. Еще не приклеенный даже. И он у нас разобранный. Здесь все на месте. плата, батарейка есть. Также вскроем, посмотрим. Вот такой пакет с Сонькой. Но она не комплектная. Модель у нас C85. Ну, увы, битая и не комплектная. Его проверять не будем. Это шлак. Дальше у нас здесь HTC. Нет дисплея, нет аккумулятора, но плата стоит на месте, я вижу. Давайте его вскроем. А, нету кнопок боковых тоже. Есть. А, и наклейки тоже нет у нас, к сожалению. Модельку не посмотрим. Его проверять смыслу тоже нету. Его выбираем в сторонку. Так, следующий у нас на очереди. Вот такой телефон. Ace у нас в родном чехле Ferrari. Вот такая вот звонилка. К сожалению, не комплектный. Нет у нас верхней части. И, по-моему, нет аккумулятора. Он весь разобранный. Вот так он выглядит внутри. Это коммуникатор, скорее всего, на Винде. Но, я думаю, постараемся включить. Может быть, он заработает и узнаем. Вот такой Alicotel. Alicotel у нас, по ходу дела, комплектный. Да, у нас имеется аккумулятор. Даже все целая. Модель у нас OneTouch 4033D. Весь целенький, беленький, красивенький. Сейчас проверим. Возможно, работает. Lenovo. Lenovo у нас. Что за модель? Опа. Ага, у Lenovo у нас вклеен аккумулятор, да? И модель, но это модель аккумулятора. А модель телефона у нас A5000. Битый touch. Но тут у нас touch меняется отдельно от матрицы. Вполне можно что-то сообразить. Далее, в коробке у нас лежит аккумулятор. Это, по ходу дела, от вот этого товарища. Но это не точно. LightX Style. Кнопочный. Кнопочный красавчик. Как тебя открыть? комплектный. Имеется аккумулятор. Паяли разъем под сим-карту. DS123 модель. Возможно, включится. Возможно, работает. Будет очень хорошо. Мне как раз нужна звонилка. Далее имеем вот такой телефон фирмы DNS. Вот такой монстр. Действительно тяжелый. Touch целый. У нас здесь, по ходу дела, пленочка. Отклеивается. И давайте посмотрим модель. Модель у нас S5301Q. И он разбирался. Но телефон комплектный. Такой вот аппарат. Скорее всего, какой-нибудь 4 Android. А такой битик. BQ Strike. Тоже комплектный. Strike обычный. Первый. На него можно купить морду. По-моему, даже в Челябинске она есть. 50-20 модель. И вполне телефончик можно будет продать. Очень сильно битая морда. Даже если дисплей битый, его тоже можно будет купить и выгодно продать. И вот такой китайский Samsung. В коробочке у нас остались кнопки от Nokia. Китайский Samsung. Экран у нас резистивный. Такой красивый цвет. Аккумулятора как обычно нету. Но здесь аккумулятор типа Nokia можно воткнуть и проверить его. Я думаю, тоже работает. Просто никому не нужен. Или сломанный разъем. К слову говоря, купил я всю эту кучу аппаратов. Всего за 1000 рублей у одного продавца. Вот так целой коробкой. Человек занимался ремонтом телефонов, планшетов. Где-то кому-то не нравились цены по ремонтам. Клиенты оставляли. Ну, как у меня обычно происходит так же. Где-то просто оставляли, забывали. И вот такая кучка накопилась. Он бросил это дело и решил все продать за 1000 рублей. Я прям с работы собрался и сразу рванул к нему. Пять раз позвонил, пока ехал, чтобы он не продал. Чтобы забрать эту кучу аппаратов. Потому что это очень выгодно. И много чего-то можно продать, собрать, перепродать. Ну, прям выгода. Я думаю, с этого заработать так нормально. Перед вами лабораторный блок питания из распаковки. Вот здесь всплывет отличный импульсный блок питания. Не могу им нарадоваться. Цена прекрасная. работает отменно. У нас 30 вольт, 10 ампер. Вытягивает. Я им подключал компрессор автомобильный. Заряжал им автомобильный аккумулятор. Вытягивает без базара вообще. Также имеем амперметр простейший. Это за 120 рублей куплено в Челябинске. Ссылку на него давать не буду. Ну, или если найду в Китае, то дам ссылку. Не знаю. В описании. Пройдите, посмотрите. Если найду, ссылку оставлю. Пойдем от меньшего к большему. Возьмем вот это Nokia. Nokia. Все, собрал Nokia. Это же не Nokia. Это же Motorola. Возьмем Motorola. Головастик. У меня такой был, когда я учился в школе. Это был отличный аппарат. Нет зарядника от него. Давайте сразу от лабораторника. Это плюс, это минус. Все понятно. Берем крокодилы. Единственный минус лабораторника крокодилы. Там, которые в комплекте, это не толстые. Поэтому я своими старыми запитываюсь. Они уже истрепались у меня. Так, коротнули. Ну, не страшно. Мы коротнули крокодилы. Давайте запускать. К сожалению, потребление у нас ноль. И по ходу дела это трупик. Давайте попробуем две минусовые клеммы. Попробую нажать. Потреб пошел. Телефон включился. Нет сим-карты. Смотрите, первый аппарат и первый рабочий вполне подойдет мне под мои нужды. Я в него ставлю рабочую сим-карту, чтобы мне ее просто не заблокировали. И он будет лежать у меня просто включенный. Красота. Первый Nokia. Ой, все, опять Nokia. Motorola C113. Отлично работает. Включился. К сожалению, сим-карты я снят под рукой, чтобы проверить полностью. Но телефон, скорее всего, работает. Красота. За это обязательно лайк нам поставить. Итак, следующий за ванильный аппарат. Nokia. Вот теперь точно Nokia. Это тоже из моей юности. Из школьных времен. Уже более поздних таких времен школьных. Наверное, класс 7-8. Вот с такими аппаратами ходили мы. Это прям был писк. У кого был такой телефон. Здесь MP3. Bluetooth. Под радио. Вот флешку только я в этом аппарате не вижу. В этой модели. Именно он похолодил без флешки. Но в нем все должно быть. Также блок питания у нас. Здесь тонкая Nokia. Опа, открылся дисплей. И у меня есть такой зарядник. Но батарейки сейчас нет. Такой под рукой. Она тоже по-любому есть. Потому что этих батареек хрена латучит. Так, давайте возьмем от него кнопки. Приложим, чтобы понимать, где у нас включение. Ну да, правильно нажимаем. И, к сожалению, ничего не происходит. Вообще ничего не происходит. Жалко. Nokia, по ходу, дело купит. Но, скорее всего, там порван шлейф. У них у слайдеров этих была болезнь. У них идет шлейф и он рвется. Поэтому он не реагирует. Шлейф у него посередине. То есть кнопка включения идет на шлейфе. Поэтому он не включается. Жалко. Жалко. Хороший был бы аппарат. Шлейф уже, конечно, не купить. Ну, пойдет в коллекцию. Не будем останавливаться на достигнутом. Возьмем следующий аппарат. Это у нас будет флай. Флай. Вообще флай. Знаете, переводится флай. Летать. Телефон летчика. Летучий телефон. Флай. Комплектный. Батарейка. Давайте сразу с лабораторника. Не будем батаретку ставить. Так. Батарейка у нас где? Стандартно все. Плюс в краю, минус в боку. Приключаем. Опа. Нет, накоротнули. Щупы. Раз. Пошло потребление. О, нет. К сожалению, дисплей у нас устал. А на него дисплей найти, по-моему, проблематично. Если я не ошибаюсь, где-то у меня флай должен лежать. Заблокированный. Опять коротнули щупы. Ему ничего страшного не будет. Телефон, конечно. Но щупы коротнули. Нет, там ампераж дикий стоит вообще. Нет, не убавлял. Давайте посмотрим разъем зарядки. У него микро разъем. Его можем проверить. Посмотрим на амперметр. И разъем зарядки у нас уставший у него. Так, стоп. Наверное, не тот кабель. Этот кабель может быть нерабочий. Давайте возьмем вот этот. Этот мой тестовый кабель. Он сто процентов рабочий. Нет, нет. Просто зарядка не идет. Вот. Разъем дохлый. Экран разбитый. Жаль. 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 Очень жаль. Ну, пойдем дальше. Я думаю, справедливо будет проверить Samsung. Китайский. Вот такой свет. Прям вообще огонь. У него. Слышали? Крышка железная. Давайте проверим, где плюс, где минус. Возьмем метод замыкания. Подключим один щуп. Минусовой, допустим. Сюда и на корпус. Да. Угадали. Это минус. Это плюс. Неудобные клеммы. И пробуем включить. Потребление. Увы. Ноль. Увы. Ничего не происходит. Но, по ходу, дело, кнопка тут не рабочая. У нас щупы не выбило нигде. У нас где-то выбило щуп. Так, решили проблему с щупами. Продолжаем. Надо купить новые щупы. Есть потреб. Есть старт оптика. Вы это видели? Даже оригинальный Samsung на это не способен. К сожалению, битый дисплей. Но, тач работает. А дисплей можно на него найти. По маркировке шлейфа можно найти дисплей. Ну вот эта подсветка, это, конечно, огонь. вообще китайцы могли в свое время делать телефон и тут у нас смотрите сто процентов в нем есть телевизор уже от старости закисло а нет нету это пустая у нас а тут заглушка нет антенны жаль зато как обычно это разъем зарядки от nokia тонкой и микроразъем разъем проверять не будем смысл а мы возьмем следующий аппарат с которого сыпется детали это у вас песен айсер на заряжался от разъема мини-usb сожалению у меня такого сейчас под рукой нету пройти за ними не охота так и да это от него аккумулятор смотрим где плюс где минус плюс минус нашли давайте проверим может быть аккумулятор еще не до конца севший и пробую включить не пойму нажимается нажимается вроде нажимается аккумулятор дохлый берем лабораторник и пробуем теперь нет и пробуем все отвалилось нажимаем и ничего к сожалению ничего но мы понятно шлейфа тут порванный видите надорван шлейф поэтому ничего не происходит к сожалению это тоже пойдет помойку ну или на дисплей дисплей целый вроде как выбираем сторону берем следующий это будет у вас аль котель его давайте проверим сначала через разъем зарядка к сожалению у нас по ходу дела не идет до зарядки нету но это проблема разъема видим до швилим подходит лампочка загорается вот начал заряжаться вот поджал пальцем 10 миллиампер очень мало аккумулятор дохлый ладно не будем долго мучиться возьмем подключим его к лабораторию так первый третий контакты первый плюс третий минус есть и где сверху надо чем-то нажать сейчас возьму чем нажать и продолжим сбегал взял пинцетик давайте заново подключим все отвалилось плюс минус и пробую включить включается сверху потребление у нас по это прыгнуло и лучше потухло что такое есть потребление и зависло так интересно почему так давайте две контакта возьмем зависает потребление скорее всего прошивка слетевшая надо будет перепрошить и он скорее всего заведется так целый телефон дисплей целый даже из дисплея биты можно его купить недорого это аль котелька и такой же был по моему нас так следующий аппарат на очереди возьмем по размеру дисплея наверно это будет у нас zenfone cc кому как удобно коробочка у нас оригинал от него в коробочке у нас имеется макулатура и мы все дела там лежат здесь написано что не вырезайте сим-карту сами болтик лежал выпал к сожалению не страшно болтик это не страшно болтик всегда можно найти другой болтиков благо он хватает давайте посмотрим на него он полностью целый полностью вообще единственное нет болтов конечно же все красиво ничего не переклеивалась ничего не разбиралась дисплей родной он у нас включается сейчас только что проверю вам пробуем еще раз включить если он не сел конечно к сожалению похудела сел но аппарат включался вчера я пробовал ты ему его пробовал потому что сверху лежал в коробочке и мне понравилось что он весь в комплекте давайте возьмем зарядник у него подбит разъем маленько зарядки но это как обычно у всех меняется не трудно можно заморочиться поменять так слышите да отходит разъем зарядки вот показал батарею сейчас будет заряжаться полностью рабочий телефон в коробке поменяем разъем и в паре мы тысячи за 2 купил всю коробку за тысячу рублей давайте возьмем далее возьмем престижу престижа возьмем как ты собак открываешься открою престижу вот такой престижа тоже не разбирался touch целый но как я сказал по ходу дела дисплей мертвый посмотрим распиновку плюс у нас внутри минус с краю есть подключили и пробую включить так ничего не происходит давайте два контакта два контакта зажали есть потребление и старт до дисплей у нас к сожалению устал но по идее дисплей можно купить на него если я не ошибаюсь на алиэкспрессе посмотрите сколько стоит и заказать так телефон состояние идеальное вообще у него очень хороший аппарат тоже если дисплей поменять можно 1000 за 2 его продать далее бикю strike strike пробую включить так ничего плохо идем другим путем батарейка закала поднял аккумулятор видим пломба у нас есть на месте телефон не разбирался скорее всего он просто разбитый поэтому он лежит в этой куче так смотрим распиновку аккумулятора плюс у нас внутри как на престижи давай включим питание есть и так кнопка включение у нас снизу потреба нету вообще нету давайте опять же замкнем два контакта потреба опять нету на это крокодил у меня почему-то сумма сходит надо их перепаять но потреба все равно нету так есть потреб у нас биты и дисплей и touch все вместе но по-моему это не так дорого поменять можно заморотиться и сделать честно сказать можно даже как плату его продать на том же авито за 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 рублей 500 я думаю вполне он идет еще разок крокодил скальзывает мы видели до сплетать у нас битые ну посмотрим возможно восстановим следующий аппарат это у нас будет lenovo lenovo модель у нас так 5000 до его подключить но уже крокодилами не можем давайте возьмем зарядку и вот его видели сразу амперметр у нас тухнет вот это говорит нам о чем о том что у нас здесь сз проверить но не сможем козы надо убирать ну берем козы я думаю может видео сниму и посмотрим на работу тач поменяем дисплейской социум днс вот такой телефончик днс это уже более поздняя моя юность это уже шарага наверное курс 1 2 такие фильм телефоны были фирмы днс сейчас уже их не делают сейчас у них днс довольно качественные были аппараты некоторые прям такие интересные были модели у них у днс сожалению фирма загнулась ну как фирма не просто покупали где-то аппараты в китае или свою прошивку и свои эти вот бирочки клеили что это днс и все пробую включить оба телефону стартанул дисплей показывает даже не полосит интересно запустится ли телефон скорее всего разъем зарядки дохлый или же аккумулятор тохлый ну посмотрим сейчас долгий старт аппарата вообще потребление кстати все в норме отличное потребление оба стоит графический ключ проверим touch touch работает android 4 4 сбросим и вполне телефончик у нас хорошо работоспособный будет это очень хорошо мне это нравится все вы были такие я бы наверно с этой коробки обогатился бы ну да разъем у нас там по поведению к обстоянию разрешается так тоже разъем полностью до хуй поменяем разъем телефончик оживет сторонку положу потому что а его есть смысл сделать лучше я также возьмем по нарастающей возьмем туда китайское говно здесь у нас как ты открываешься уже не помню открывается же открывается вставляете приходят товарищи на ремонт привозят аппараты вот нам надо сделать телефон но он не открывается вставляет не открывается телефон их вот так это выглядит на название планшета можно не смотреть их было очень много они были все вот такого типа отличались только прошивкой и все по идее наклейка сзади название то есть плата стояла везде одинаковая здесь у нас у вас не отмечен какой год к сожалению мы посмотрим на им не отклеить что процессов слип по процессу стоит тут вполне все рабочие подключать мы его не будем смысла нету только touch под замену и нас здесь как вы можете заметить подсветка на таком проводе это у них у всех такая беда была не все были такие все были без сим-карты есть только карта памяти и весь очень ужасные камеры прям совсем ужасные ну работала 2 очков цена была дешевая и китайцы их штамповали прям вообще миллионами отправлены на россию и не только на россию было такое дело я помню эти времена это было прям беда люди покупали а потом думали что с этим говном делать следующий у нас будет аппарат это huawei медиапад 7 который вас с новым тачем здесь у нас отключен аккумулятор я вчера смотрел и у нас здесь слегка сломан коннектор под шлейф тачскрин подключили аккумулятор пробуем запустить есть вибрацию планшет пошел в загрузку есть картинка лога приветственная тоже очень долгий старт у плашета старенький принципе нормальное явление для него что он так долго запускается сейчас пока еще один планшет остался заряжается что время не тянуть так видео затянулось пока зарядка идет в том планшете мы посмотрим этот планшет есть видеоотклик и наконец-то он запустился но 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 тач у нас здесь дохлый видите ли да он где-то срабатывает но тач дохлый я думаю это не связано с коннектором который сломанный а то вполне плотно вставляется это просто бракованный тач хотя он и новый к сожалению на тапнице можно посмотреть чья фирма где куплен тач давайте посмотрим так здесь у нас шлейфа а вот здесь у нас шлейфов нету с ним тач где купли у нас не написано что за магазин а на этих биргах тоже не написано ну это наши челябинские магазины сто процентов они клеят а такие наклейки дисплей вполне целый тач мы купим он стоит рублей 200 не больше может 300 ну планшет пойдет на продажу мы уже раз десять окупили эту посылку коробку и остался у нас последний планшет у него подбит разъем зарядки это тоже huawei сожалению полностью севший и у него битый дисплей не включается но состояние у него хорошая очень хорошие поменяем на нем разъем зарядки зарядим его вот такая у него модель и наверное поменяю дисплей разорюсь куплю дисплей и вполне этот планшет можно продать тысячи за 4 думаю если это свежая модель я в них не разбираюсь там очень много модели было не слежу за ним за их моделями очень много их и если свежая модель на свежем андроиде вполне 4000 можно подать даже если это не свежая модель и это старый android то 3000 можно окупить дисплей и маленько заработать вот такая была распаковочка коробки которую купил я на авито вчера за тысячу рублей вложил прям очень рад своей покупке вам товарищи кому понравилось ставьте лайк кому не понравилось дизлайк не забывайте подписаться на канал пройти в описании посреди ссылочки с вами был руслан до новых встреч пока пока